У нас нет желания ни на кого нападать. Они встретились в Минске, и этот полет в так называемую столицу Республики Беларусь был обусловлен тем, что Владимир Путин решил доказать, что он не боится летать. Раиси тоже не боялся. Так вот, это мероприятие, переговоры двух диктаторов Беларуси и, соответственно, России Владимира Путина и Лукашенко, а очень интересный показали тренд. Абсолютно согласен с только что сказанным Владимиром Владимировичем. В этой двойке сразу понятно, кто активный, а кто пассивный. Значит, перед этими так называемыми переговорами российская башня 1, 2, 3, 4 начали выдавать сигналы. Мы готовы на переговоры. Значит, за несколько часов до этой встречи Ройтер, ссылаясь на 4 источника, сообщила, что Путин готов провести переговоры о перемирии в Украине по нынешней линии фронта. Сообщили очень-очень секретные источники. Ранее этими источниками были, соответственно, все официальные лица Российской Федерации, типа этой Машки Шмары, так некоторые в России называют официальный рот России, спикера МИД России. Ну, в общем, официальная позиция о том, что мы готовы о перемирии, она звучит не впервой. Еще до деоккупации Херсона они говорили примерно то же. И тут возникает вопрос, а что так вдруг российская сторона начала транслировать вот этот вот тезис, что мы за мир. Нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Я благодарен президенту России. Ну и, естественно, этот вопрос, почему-то вдруг случайно, был поднят и на пресс-конференции. Давайте-ка разберемся с причинами происходящего. Перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал. А то как-то риторика такая, знаете, там на болотах, в том числе белорусских, она такая, знаете, мол, Путин хочет мира, а все остальные нет. Что Рашка самая добрая, честная, ну, в общем, пострадавшая сторона. Но нет, мы этих фашистов, Бела и Раша, видим насквозь. Значит, к чему бы вдруг начал звучать такой вопрос? Информационное агентство Белтон. Здравствуйте, Александр Георгиевич, Владимир Владимирович. Вопрос о Украине, в частности, в связи со стечением президентских полномочий Владимира Зеленского. Как вам видятся перспективы возможного возобновления мирных переговоров с Украиной? Мнение Лукашенко и Путина по поводу легитимности Зеленского давайте-ка оставим им для обсуждения с друг с другом. Потому что не этим двум военным преступникам в принципе на эту тему рассуждать. Особенно если учесть, что у Луки потенциальные кандидаты в президентов, в президенты сидят в тюрьме а-ля Тихановского, например, там есть еще и Мария Колесникова. Некоторые уже забыли эти фамилии. Ну и про Тихановскую саму тоже по большому-то счету можно уже не вспоминать. У Путина ситуация аналогична. Он своих политических конкурентов или убил, или замордовал. Некоторые в качестве политических иммигрантов успели спрыгнуть и уехать. Вот, собственно, все. Поэтому вот эту часть вопроса до свидания, до побачения не двум этим дедушкам нам тут что-либо подсказывать. Вопрос в другом, что тему переговоров поднимают почему-то опять та сторона, то есть наши враги. Враги вдруг решили поговорить о переговорах. Значит, Путин, естественно, надувал щеки, на Лукашенко тоже. И тут вот такая, знаете, вот финальная фраза по поводу того, что срочно нужно начать переговоры, она была за Лукашенко. И вот ощущение, что кто-то переигрывает. Думаю, что этот год многое определит. Очень много. По-живому видим. Мы никуда не торопимся. Россия, тем более. У нас позиция единая. Мы не прячем ее. Будем работать вместе. Спасибо. Это называется торги. Торги по-кремлевски. Вот эта вот фраза Лукашенко, что, мол, он и Путин никуда не спешат, ну, я не знаю, если вы никуда не спешите, то почему вы чуть ли не хором повторяете вот этот вот тезис о переговорах? У нас в Украине все прекрасно понимают, что, да, войны заканчиваются переговорами. Значит, вот эти вообще размышления на тему давайте договоримся где-то посередине. Они обусловлены, во-первых, тем, что на вторую половину июня намечен саммит мира. Именно Зеленский, как президент Украины, будет главной персоной на этом мероприятии. План Украины простой. Руссо-белоруссо-нацисту, фашиста, идите домой. Ну, собственно все. Там есть еще некоторые аспекты в части компенсации того, что они здесь сделали. Но главный тезис это вывод российских войск с территории Украины. И вот сейчас Владимир Путин говорит, что он тоже в принципе за мир. Он готов разговаривать. Но, как обычно, у него какие-то странные условия. Но вот почему вот эта фраза мы никуда не спешим, она ключевая. Якобы никуда не спешат они. Во-первых, нужно читать новости правильно. Значит, источники в Кремле Ройтерсу хором рассказывают о том, что Путин готов к переговорам. С другой стороны, мы видим интересную ситуацию на линии фронта. Во-первых, остановлено российское наступление. Это уже произошло. Это констатируют и российские нацисты, и мы видим. Понятно, что они стреляют. Понятно, что еще может могут быть и территориальные потери. Да все возможно, кроме прорыва фронта. Это первое. Во-вторых, Ройтерс говорит о переговорах, а в Штатах сообщают, что первые украинские пилоты закончили подготовку. Наверное, дальше они в отпуск пойдут. Или все-таки получат свои боевые самолеты с соответствующими ракетами. Правильно? Тут еще Дмитрий Песков неожиданно выдал такую новость, но просто сенсационную. Он очередной раз заявил о том, что Путин не планирует мобилизацию. Последний раз он это говорил перед тем, как Путин огласил мобилизацию. И если учесть, что перед полномасштабным вторжением тот же Песков розовые штаны говорил о том, что вторжения не будет, то делаем несколько логических изысканий и получается, что все идет к тому, что Маничела стоит перед выбором. Если воевать дальше, то нужно проводить мобилизацию. А это болезненная история. Почему нужно проводить мобилизацию? Потому что во-первых российские так называемые Z-патриоты начали писать, что им не хватает штурмовиков, это вообще золото любой армии. Это понятно. Но это говорит о том, что желающих подписать контракт с Министерством обороны отправиться в Украину умереть становится меньше. И эти все события связаны. Плюс вот эта дискуссия на Западе на тему а не пора ли бить западным оружием нон-стоп по территории Российской Федерации. Да, сначала это будут приграничные регионы. Смоленская область. Да, обязательно. Брянская, Курская, Орловская. Мы не граничим вместе с Тульской. Но ничего страшного. Калужская тоже в этом списке. Ну и далее, соответственно, что там у нас? И Белгород. Белгород как это? Бахнуть по Белгору, прожить день и не бахнуть по Белгору, значит, день не удался. Ростовская область и, соответственно, Краснодарский край. Это тоже обязательно. По территориям, где временно находится российский сапог, мы бьем и так нон-стоп. В Крыму они уже настолько перепуганы, российские оккупанты, что любой взрыв газового баллона ассоциируется у них правильно с прилетом украинской ракеты Атакамс. Все это надо рассматривать в комплексе, потому что как-то вот эти вот ребята вот эти вот моменты они почему-то не учитывают. Даже генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг призвал союзников НАТО, которые поставляют оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов в Российской Федерации. Вся вот эта вот публичная дискуссия на Западе на тему нужно бить по Воронежу и не только, она говорит о том, что решение или уже принято, или почти принято, и сейчас идет, ну скажем так, обработка общественного мнения, предупреждение российским нацистам, что пора как-то собрать удочки и свои аэродромы в первую очередь тактической авиации передислоцировать ближе к Москве на всякий случай. Ну, видите, в НАТО люди добрые, они предупреждают заранее. Но произошло кое-что очень важное. Дело в том, что вот буквально несколько дней назад мы бахнули по штабу за горизонтной РЛС. Предлетело два наших добрых, а может быть злых БПЛА, и мы попали в Краснодарском крае в СПРН Воронеж-ДМ. Что такое СПРН? Станция предупреждения о ракетном нападении. Вообще-то вот уничтожение таких объектов это вот главнейший звоночек для Путина, что пора сворачиваться и валить с Украины. Почему? Вы хотели войны с НАТО? Я не знаю, будет ли война с НАТО или нет? Вопрос в следующем. Если или когда будут вынесены соответствующие объекты, то американским атакам вообще ничего не будет угрожать в российском небе. А может быть и не только атакам. Там же много ракет. Видите, Путин и Лукашенко они сейчас играют в игру «Мы бешеные, мы конченые». Тут в принципе и так понятно это. Не надо никаких доказательств. Но смысл следующий. Вот они там играют в эти учения нестратегических ядерных сил. Жамкают, чмакают, угрожают. А с нашей стороны никаких угроз, никаких предупреждений. А просто планомерная работа по так сказать вот этой вот трияде, тригаде, ядерная триада, ну и соответственно вся инфраструктура на земле в РФ и не только. О том, что гости летят в Москву. Мы же это минусуем. Минусуем российские С-400 и будем минусовать российские самолеты, которые действительно несут очень-очень много зла. Боюсь, что российских пилотов в плен больше брать не будут. Хотя нет, будут. У нас же Женевская конвенция, мы же не такие. В принципе, смысл брать российских пилотов в плен он всегда есть. За них можно обменять такое количество солдат, как за Медведчука. Так вот, что там говорит Путин по поводу переговоров? Якобы у деда бункерного какие-то пацифистские настроения появились. Так ли это? Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Но пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции? Как у них интересно это устроено. Значит, четыре источника напели Reuters о том, что Путин готов на переговоры. Потом вопрос журналиста Белты и абстрактные размышления Лукашенко и Путина на тему переговоров. И Маньячелла, главный в этой ужасной двойке Владимир Путин говорит, что мы видим, что там есть желание вести переговоры. Ребята, эту конструкцию, иллюзию о переговорах, этот тезис о переговорах вбрасывает непосредственно на российская сторона. То, что Маньяк говорит, что давайте вернёмся к стамбульским договорённостям, так вот напомню, а никаких стамбульских договорённостей нет. Значит, после завершения этих переговоров там есть странные заявления Давида Арахами на тему, что прилетел Джонсон и сказал, что будем воевать. Естественно, этими словами сейчас активно пользуются и китайские наши партнёры, ну и, соответственно, сам Путин и Лукашенко. Так что Давид в данном случае молодец. Он чётко рубит и понимает ценность своих слов и пересказ позиции Великобритании и Украины. Даже не знаю, как-то обидел нашего президента, лидера его фракции. Говорит, что Джонсон принял решение о том, что будет война. Я вот так вот не думаю, если честно. Так вот, в подробности в сотый раз повторять мы не будем, что там они обсудили, как должна сократиться украинская армия, как мы должны взять на себя какие-то новые обязательства. Ну, то есть, смысл того, что, о чём договаривалась с Арахами в Стамбуле, а перед этим в Минске, это ограничение суверенитета Украины. Ну, я не знаю, какой он там переговорщик, пусть Зеленский это всё как бы оценивает, но даже сам Путин после того, как российских нацистов изгнали из Бучи, говорил следующее, что почти парахифировали, почти, но это из области, знаете, как Путина почти повесили вместе с Лукашенко, или мы почти уничтожили Крымский мост полностью. Что здесь важно? Значит, почти, это значит действие не закончено. Ну, в части Путина и Лукашенко даже немножко обидно по этому поводу. Да? Согласны? Из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. мы к этому готовы. А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос непраздный, я с вами согласен. То, что война идёт за территорию, это понятно. А Манничелла таким образом сможет объявить себя победителем, там, Петром Первым только на стуле, ну, или на каблуках, кому как угодно. Вот мы приросли земелькой. Между прочим, вот этот вот тезис, он и соцслужбами Рейха тоже подтверждается. Вот тут соответствующие организации, чтобы как-то добавить веса словам Путина, они говорят, что 70% россиян за переговоры, но только в том случае, если территории оккупированные останутся за Российской Федерацией. Ну, знаете, мы посмотрим, что, зачем останется. Потому что даже фиксация линии фронта, это же означает следующее, безумная миссия Владимира Путина по уничтожению украинского государства, она неосуществима. И во многом, мне так кажется, это последнее вторжение России в Украину. Почему? Да потому что далее они сюда не сунутся никогда. Почему? Да просто очень. Значит, наше небо будут рассекать в 16 количество ракет-атак с Абрамсов и другой западной военной техники тут будет такое, что даже маньяк лишний раз подумает соглашаться ли ему на войну или начинать ему новую войну или нет. А в части того, как поступим мы, покажет обозримое будущее. Потому что мы исходим из возможностей. И если у нас будут необходимые средства поражения российских ублюдков на российской территории, тогда будем планировать освобождение украинских территорий. Если же фронт замрет, такая вероятность тоже есть. Это не проигрыш Украины. Потому что Путин хотел сыграть в большую геополитику и сделать так, чтобы Украины не было. 500 тысяч российских солдат уже сдохло. Это много. Это для России много. Это важно подчеркнуть, что тезисы о том, что у них нет неприемлемых потерь, они не соответствуют действительности. И поэтому опять начал дымиться вот этот вот костер мобилизации. Наша задача становиться самими эффективными, эффективнее, чем российские захватчики. Потому что мы не можем их победить количеством. Их действительно больше. Поэтому желательно атаковать военные базы в Воронеже. Тем более почему-то в России была очень популярная шутка бомбить Воронеж. Это не шутка. Подписки, лайки. Украина была, ей буду. До побачения. Воронеже.